Здравствуйте, сможете прокомментировать ситуацию, пожалуйста? Да, я начальник миграционной службы в Одесской области. Ой, нет, я подержу. Здравствуйте, я начальник миграционной службы в Одесской области, Погребнякова Лена Геннадьевна, у нас происходит ситуация невероятная, то есть нам предъявлена ухвала на изъятие документов, которые у нас уже, мы их добровольно выдали еще в 2016 году, но не допускают нас следственным действием, то есть что у нас сейчас происходит в архиве, где хранятся дела наших жителей Одессы, граждан, мы, собственно говоря, сейчас не контролируем эту ситуацию. Мы сообщили в СБУ, в ОВД, потому что понятно, что документы могут сохраниться здесь у нас самые разрушенные, и на сегодняшний момент руководить всеми действиями Мактиньона Дмитрия Александровича, начальник УВБ в Одесской области, следователь, собственно говоря, периодически наблюдается, периодически уходит, то есть представителей миграционной службы на следственных действиях нет, и меня как руководителя тоже не допускают. Ухвалу нам не выдают, но то, что огласили, мы подтвердили документально, можем подтвердить, что эти документы добровольно мы выдали еще два года назад. Это действительно была ситуация по паспортам 14-15 года, это было до моей работы в миграционной службе, поэтому свою позицию мы высказали, но у нас сейчас пытаются под эту руку незаконно, как я подозреваю, вынести документы наших граждан, которые проживают в Одессе, то есть это архив всей области. Вот, собственно говоря, вы видите, что закрытые ворота, закрыли непосредственно сотрудники УВБ, с которыми мы делим это помещение, это помещение миграционной службы непосредственно, мы туда сейчас с вами, вот если попытаемся пройти, нас допущено не будет. То есть я, собственно говоря, как руководитель, тоже не могу никак повлиять, защитить и выполнить свои должностные обязанности с тем, чтобы проконтролировать порядок работы, допуска в архив людей. А что за ситуация была вот эта несколько лет назад? Несколько лет назад были крымские паспорта обмены граждан, которых гражданство Украины не подтверждалось. То есть по этим документам непосредственно мы сами же сообщали, мы их аннулировали, эти паспорта, и вот это было разное руководство миграционного, чтобы не было понятно, что сами выдали, сами аннулировали. То есть эти паспорта были аннулированы и выемкой переданы Генеральной прокуратуре. Протоколы выемки, передачи документов есть. Нам понятное дело, что эти документы не возвращали, потому что они незаконные, и гражданство этих людей не подтверждается. То есть понятно, что эти документы находятся до сих пор в правоохранительных органах, о ходе следствия нас периодически извещают, и я думаю, что это не масс-медиа интервью, но вот ситуация... За последнее время это первая такая? Нет, за последнее время у нас аналогичная ситуация была весной, у нас были также изъяты документы, но суд не поддержал такое изъятие, обязал прокуратуру вернуть нам документы, обязали сроки возврата документов, то есть как незаконно изъяты в суд признал, что были незаконные изъяты, то есть это те документы, которых нет в ухвале обыска. То есть в ухвале обыска документы 2014-2015 года, а в архиве пытаются сейчас играть 2016-2017-2018 года, ну, чтобы было понятно. И в ухвале паспорта одних людей с указаниями фамилий изымаются абсолютно все дела, то есть все граждан наших, которые проживают в Одессе, абсолютно всех за вот эти годы. Вот, у нас была ситуация аналогичная в марте месяца этого года, но прокуратура очень медленно и печально возвращала нам эти документы, то есть суд встал на сторону миграционной службы, что изымается исключительно то, что указано в ухвале суда и что обосновано, соответственно, следователем и обоснованы причины, и судом они сочтены как надлежащие. То есть здесь судом сочтены надлежащими исключительно причины по паспортам 2014-2015 года определенной группы лиц по списку, то есть там порядка чуть меньше 100 человек, возле около 50, то в данной ситуации занимаются тысячи тем граждан. Вы это с чем-то связываете? Вы знаете, мне сложно комментировать, с учетом того, что это делается нашими правоохранительными органами. То есть связать это с правовой точкой зрения я однозначно не могу. С учетом того, что не допускают следственным действиям сотрудников миграционной службы, меня как бы родителя в частности, прокомментировать так, чтобы это было достойно и приемлемо, с чем можно связать такие беспрецедентные действия, ну это, наверное, сложно. Представьтесь еще раз полностью, пожалуйста. Я начальник главного управления государственного миграционного службы в Одессе в области по гребнях Удану Геннадьевна. Давайте попробуем, наверное, пообщаться с представителями и попросить у них ухвал. Давайте сюда вот видите ворота, что мы не сможем туда даже ставить. За этими воротами находятся актив миграционной службы в Одесской области. Я думаю, что вот попытка, видите, двери заблокированы полностью, то есть ключи у нас не попросили, двери ломали, как мы слышали по звуку. То есть вот ситуация такая, что мы не видим, что там происходит, нас не допускают. И вот дверь, я думаю, что вам видно, очевидно, что вода не держит с той стороны сотрудников миграционного коммунистрации. Я думаю, что видеооператор может заснять то, что заблокировано полностью весь архив для нас. Кому мы сейчас можем обратиться с требованием предоставить ухвалу? Вот, например, вы... Вы понимаете, крайне сложно, потому что следователь непосредственно с места удалился и руководит начальник ОВБ в Одесской области, который, собственно говоря, не в следственную группу не включен, как мы понимаем. Но мне сложно это прокомментировать. То есть вы видите, что представители погражданки одетых людей есть, а все остальные закрылись там за ворота. То есть если вы найдете, кому вы сможете задать вопрос, это будет сложно. Спасибо.